Идешь такой по улице мимо Бургер Кинга и от запахов думаешь, ооо, сделаю дома чизбургеры. Рецептов их множество, а мы делимся с вами самым совершенным, который есть в нашей семье. Сначала проверенный рецепт булок. В 20 грамм муки добавляю 60 миллилитров молока и 2 столовые ложки воды. Да, готовя рецепты с тестом, лучше не пренебрегать весами. Тут очень важно все точно измерять. Все перемешала и на медленном огне довела до пастообразного состояния. Типа клейстера. Получилось заварное тесто. Готовим опару. Смешиваю 20 грамм свежих дрожжей, 120 миллилитров молока, температура молока около 30 градусов и оставляю на 8 минут в тепле. Теперь тесто. Сначала смешиваем все сухие ингредиенты. Просеиваю 350 грамм муки, чайную ложку соли, 2,5 столовых ложек сахара. Добавляю заварное тесто, опару, еще раз перемешиваю. Дальше вводим 40 грамм размягченного сливочного масла, 1 яйцо и 1 желток. Все хорошенько вымешиваю, на это уйдет около 10 минут. В итоге получится мягенькое тесто. Миску смазываю растительным маслом, кладу туда тесто и оставляю отдыхать в теплом месте на полтора часа. Идеальная температура для подхода теста 25 градусов. Когда тесто подойдет, еще раз немного разминаю его и разделяю на 6 частей. Вес каждой части будет приблизительно 110 грамм. Формирую шарики, прижимаю их ладонью, защипываю концы, формируя круглую булочку и выкладываю швом вниз на противень. Оставляю их на часок-полтора уже на противне отдыхать. Они увеличатся в 2 раза в размере. Перед запеканием смазываю верх булочек взбитым яйцом с 1 столовой ложкой молока. Посыпаю семенами, правда это дело вкуса. Запекать булочки в предварительно разогретой духовке при 190 градусах около 18 минут. Как приготовиться, вынуть их из духовки и обильно смазать растопленным сливочным маслом. Все, булочки готовы! Ну а я готовлю привкуснейший соус. Тут уже точность не потребуется, поэтому все составляющие приблизительны. Мелко нарубил 3 кисло-сладкие огурчеллы, добавил майонез, горчицу, перец черный, копченую паприку, кетчуп. Смешал все вместе и получился вот такой за обе щеки соус. Подготавливаем лучших друзей котлеты. Тоненько нарезанные томаты и лук. Для аппетита немножко зелени. Дальше на гриле немного подогретую, ранее приготовленную и напополам разрезанную булку. Укладываем щедрый слой соуса. Отделяю 100 грамм фарша для одной котлеты и формирую колобки. У меня фарш из 80% телятины и 20% свинины. Адски разогретую поверхность чугунной гриль платформы смазываю оливковым маслом. Конечно, хорошо это делать пальцами, но я не настолько подготовлен, поэтому использую салхретку из бумаги. И на нее колобка. И пока он не успел опомниться, крышкой из-под кастрюли его хлобысь расплющил и превратился он в такую котлету. Не раздумывая долго, рядом делаю такую же процедуру с его близнецом. Это, кстати, вам лайфхак. Ничего лучше и равномернее не прижимает фарш к поверхности, чем вот такая обычная крышка из-под унитаза. Ой-ой-ой, не унитаза, а из-под кастрюли. Посолил и с помощью обычного строительного шпателя ровно через полторы минуты переворачиваю на другую сторону и кладу сверху по одному слайцу сыра чеддер. Теперь собираю башню. На слой соуса два листика салата, любого. На него упарковываю котлету и вторым этажом аккуратно следующую. Потом укладываю слой из колец лучших друзей, лука и томатов. Взял за верхнюю булку, смазанную соусом и прикрыл это все сверху. Проткнул кинжалом. Все, не могу больше говорить об этом, пора его есть. Ну а вам, как всегда, приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»!